Ограждения идут все по перилю, там установлены палатки и везде идут на стену. На реке Сысыла, возле понтонного моста, кипит работа. Купель с деревянной конструкцией уже готова. Рядом из проруби в виде креста коммунальщики вычищают воду ото льда. Остальные выкладывают в деревянные мазки и заборы для ограждения территории. Инспекция проверяет, всё ли соответствует требованиям безопасности. Данная купель здесь предоставлена с одним сходом, шириной полтора метра и глубина метр двадцать. Всегда обязательно устанавливается дно и ограждение, чтобы человек не мог провалиться или затянуло его под лёд в целях обеспечения безопасности. Обязательно ставятся ограждения территории и выставляются спасательные посты. В среднем толщина льда на реках республики – 30-40 сантиметров. Этого достаточно, чтобы на всех планируемых местах обустроить купели, уверяют специалисты. Не повезло только к игородку. Там река вдоль берега до сих пор открыта. Впрочем, верующие района смогут совершить обряд на Кажемском водохранилище. Для всех служб повышенная готовность уже с сегодняшнего утра и до 12 ночи с завтрашнего дня. Конечно, смотреть за детьми, чтобы дети одни не приходили. А если они с родителями находятся, чтобы именно родитель был рядом с ними, возле купели. Ну и обычные требования безопасности – не больше 10 человек на лёд выходить, вместо купания, дабы избежать провала массовых. 23 часа купели возле понтонного моста осветят церковные служители. После обряда ровно в полночь уже можно будет окунуться в купель. Медики напоминают, людям с хроническими заболеваниями лучше не рисковать. Да и здоровым тоже необходимо проконсультироваться с терапевтом. Следует помнить, такие омовения при уличной минусовой температуре – серьёзный стресс для организма. И нужна некая подготовка. Сыктывкарец Николай в этом деле знает толк. Моржеванием занимается с 90-х годов. «Спокойно заходить, безразлично к воде, вообще безразлично совершенно, выключать всякие А, О, там напряжухи, чтобы не было, чтобы спазмов не было. Так, зайти, с головой окунуться и спокойно так же выйти, не обращая внимания ни на что. Вот это и всё. А потом вышел и сразу что-то накинул в тепло и всё в порядке». Отогреться искупавшимся, переодеться и выпить горячего чаю можно будет в палатке. Место для него и парковки машин возле заречного понтонного моста уже вычистили от снега. И, кстати, синоптики обещают – крещенских морозов в этом году не будет. Только снегопад. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.